всем привет всем доброе доброе утро всех вас целую люблю до луны и обратно в общем стало рано в надежде что думаю встану раньше всех может быть вода пойдет но нет воды уже нет уже не известно какой день единственная шланг оставила на ночь в бочке 50 литровой так видите капает капает а уже все и перестала капать накапала 50 литров воды думаю боже мой какое счастье думаю сейчас перемою посуду я даже нечем было посуду помыть хорошо хоть выручает вот эта вода в кувер покупали две баклажки больших вот это вода хотя бы выручает кофе чай и вот эти 50 литров за ночь набрала тоже вода чистая берегу ануши кастрюлю у меня и все дети выходные жили а ну-ка пять человек и все со всякими потребностями как без воды как в такую жаров такую девчата пекла как мир высоких технологии а элементарного воды нету и вот это я девчата вспомнила как посуду в тазике мне помню когда канала только что открыла тогда ж не было еще толком у нас условий все было в разгар стройке и так вот посуду мыли намывали тазики воду выносили на улице сливать некуда было сейчас полоскать что делать вот видите кап 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 и то сейчас даже вот эти кап кап тоже буду беречь сейчас посуду сполосну что нибудь поставлю может хоть что-то накапает тоже пригодится сколько лет уже вот скважину на свою скважину сделать чтобы не зависеть от этого хотя пускай она будет не идеально там питьевая вода но хотя бы как техническая ну как это не полить вот какие там цветочки поливать тут лишь бы семью обслужить вода была так чуть-чуть по кипичку освежить ждать сидеть когда воду дадут бесполезное занятие а так потом фиг от моешь чего засохнет все двумя ведрами воды перемоешь всю кухню чуть-чуть хоть не основательно слегка пройтись потому что ждать бесполезно стала горох хочу замочить стоит суп горохом не хочу сварить и мясо пчета достала тоже поставлю варить укурузу тоже вчера варили осталось уже она не такая вкусная когда только только начинается и это я потом обрежу ее вот так скачанок и на сливочном масле и обжарю потом обжарю соль туда потом мне нравится еще салат когда помидоры огурцы делаешь можно один качан кукурузы вот так обрезать скачанок и этот и в салат добавить даже в помидоры в огурцы тоже получается интересно так в общем это мои заготовки на потом что-то замачивается что-то оттаивает кастрюлю подставила под кран кап 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 по капельке собираем так может она копает хоть кастрюлю за целый день и то хорошо ребятушки всем привет всем доброе утро всех вас целую люблю до луны и обратно в общем ребятки доброго дня всем себя не показываю если вы меня видели бы сайте вот нету воды дома нету воды я не могу себя в порядок привести сегодня с утра собрались вообще просто спонтанно мимолетно бегом ой у нас тут с тимуром же вот это по неврологам по этот и у нас наш невролог сегодня последний день она уходит в отпуск и мы вот этому вообще как бы собирались к ней да ну и даже и не сегодня а когда сказали что она последний день уходит в отпуск и мы бегом ноги в руки тут уже не до красоты чтоб себя в порядок привести все документы в охапку и к ней приехали она теперь а то она выйдет аж с отпуска 2 сентября и в общем привезли тимура вот увлечение что она нам назначила здесь вот не как этот эдик центр называется онкоцентр это вот рядом где тимур живет то здесь новый онкоцентр построили там с девчатами договорилась они ему уколы делают там такие уколы но принципе не я такие не смогла я могу конечно просто уколоть там внутри мышечная до в мягкое место а там что-то с чем-то надо смешивать и этот как-то вообще для меня сложно и поэтому девчата медсестры ему вот сегодня у него последний день укола сейчас ждем его и опять у нас по больницам я уже начинаю путаться чё куда какие мрт еще он два новых мрт нам назначили мрт сосудов мрт вен и направили нас сейчас направлением на 12 часов записались это главный до невролог эти книгу и республиканская до больница на 12 часов запись у нас что сейчас главный невролог нам скажет ну короче я уже от кучи этих документов и всего у меня уже в самой начинается мигрень стараюсь не забыть что что говорит врач на потом это все переношу в голосовые на телефон что пойдите туда пойдите сюда это так это так это туда отнесите это тут сдайте так что вот такие вот у нас дела заботы и с водой ну как то как можно да главное пик жары да пережили с водой а сейчас уже пик жары спал ну все равно жарко жарковато еще на такое терпимо и мы без воды но это как ни посуду не помыть я уже сколько дней я уже вообще молчу этот в доме как все стало знаете требует все уборки требует воды но ее нету ну ничего я думаю это временно потом все отмоем все будет нормально ну короче девчата сидим опять здесь уже в республиканской больнице вот знаете такое ощущение хоть просто сам по идее головой об стену разбейся пришли сейчас к заведующей а чего к нам пришли я говорю нам дали направление а чё у вас я вернула так и так то у нас этот у нас мигрень вот врач нам ставит диагноз мигрень а чё вы пьете а чё вы это но я показала все вот эти вот документы вот все что что нам прописывают все что мы пьем нам прописали последний раз вот октавигин и что-то еще до тимур октавигин и счет какой-то препарат колоть 10 дней прокололи все 10 дней как только начали колоть октавигин началась болеть голова просто каждый день три дня первых усиленной боли потом такой да которая чуть-чуть прекращается на 20-30 минут останавливалась новый и была чуть слабее чем первые три дня мы это все объясняем а зачем вы кололи октавигин а он же усиливает боль смысле зачем нам же невролог прописал и вот понимаете какой-то вообще вот просто какое-то вот такое безразличие какое-то такое ниже я просто уже не знаю куда еще идти вот куда еще и она говорит вот это то что вам дали направление оно неправильно его надо переписать мы с таким направлением вас не можем принять и на гиспитализацию и чё вы думаете наша невролог сегодня уходит в отпуск и чую я вообще просто от всего вот этих вот от всех этих событий просто в шоке в каком-то потому что какого-то конца и края его просто нету а чёрт вы кололи октавигин вы чё не знаете что он усиливает боль в смысле я не знаю я это могу откуда интересно знать что октавигин усиливает боль а зачем нам туда его выписывает врач невролог короче про просто я не знаю какой-то бред сейчас теперь этих пошел в регистратуру теперь там же все по компьютеру мы записались по телефону идите в регистратуру этот мы вам не можем что-то там короче пошел в регистратуру регистрироваться что мы действительно были на приеме и сейчас обратно может быть успеем попасть к нашему неврологу это вообще какая-то не знаю нескончаемая такая круговерик я вообще просто конца какого-то определенного не вижу в общем в общем отправили нас военкомат чтоб нас комиссия военкомата отправила на госпитализацию также надо сказала многих спина госпитализацию и уже в условиях стационара будет будут обследовать нас вот и уже это получается за сего это уже четвертый дать ему диагноз короче нас уже что это да что это горит не мигрень это вегитососудистая дистония это еще сейчас на мой день невролог сказал короче уже чего мы только не лечимся от чего начинали от внутричерепного давления потом мигрень с аурой мы лечились потом мигрень классическая вот это нам все ставят диагнозы а сегодня сказали но она так не утверждает видите все надо обследоваться стационаре и она сказала что это в сды вот кому из них верить вот каждый невролог все говорит по-разному и каждый невролог назначает свое лечение вот сейчас последний укол сегодня укололи октавигин там и чё-то и чё-то нам еще еще там назначала она а эти говорят там заведующая и вот этот невролог который в главной больнице говорит в таком возрасте вообще октавигин не назначают и вообще колоть нельзя ну блин я же не невролог это ж не я назначила это наш невролог назначила ну короче девчата я не знаю сейчас едем военкомат пусть они выписывают нам выписывают направление и будем ложиться чтоб ставили то точный диагноз что у нас вообще в чд и в сд или мигрень так что я не знаю что у нас ждет дальше что нас ждет впереди я хотела вам показать что нам последний раз она выписывала вот то что мы сейчас закончили так октавигин карксик карксик картексин потом трептаны нас тоже не берут то есть сумма трептан я знаю просто о чем говорю то что многие с мигренью многие тоже писали трептаны пьют трептаны не берут вообще просто не помогают хотя они вот блокируют мигрень нам они не блокируют ничего потом назначила она нам пройти в сосуды сосуды головы дать ему рчутом еще а вот мрт вен и сосудов головного мозга и мрт артерии головного мозга вчера тимур поехал в одну клинику нет она сказала почему надо делать она сегодня сказала она сказала усилить вот это но это по желанию ну вот по желанию как тоже надо и нагреты то горит если вы сделаете чисто для себя но мой вам совет здесь не делать езжайте грит ставрополь делайте в ставрополе а вчера мы приехали дать мур сколько 7 600 до стоило два этих обследования 2 до 2 этих мрт 7 600 заплатили тебя тимура нету часа полтора нету эдик сидит его ждет очередь а то есть в платной клинике ты 7 600 даешь и ты еще сидишь а потом я звоню ему горячу такой он грита там проходят проходят люди горит даже к те кто пришли после меня эти все по записи они были я говорю и по квоте я говорю короче деньги забирайте я говорю выходите это такие деньги отдай еще и сиди и она говорит я приму тебя когда будет свободное окно то есть это можно и целый день получается просидеть деньги они забрали ну как говорится если эту сказала здесь не делайте делайте в ставрополе хорошо что вчера не сделали так что надо будет найти где делать и поехать ставрополь там сделать вот этой мрт сосудов мрт вена артерии там головного мозга а сейчас едем военкомат и узнаем чего не нам скажет а так девчата вот мне в отца бы тоже очень многие скидывали вот там такая клиника есть там такая клиника есть а вот в москву поезжайте а вот туда поезжайте нету диагноза понимаете без диагноза чем мы приедем в какую мы клинику приедем без диагноза если его нету вот четыре диагноза у нас уже стоит и все разные и по всем диагнозам мы прошли лечение и вот сейчас что нам военкомат скажет отправит нас на стационар там будут обследовать выявят когда конкретно какой-то диагноз тогда уже и будем думать куда нам ехать с этим диагнозом может нас на месте по вылечит может быть ехать куда-то придется а так видите едешь и каждый каждый невролог у каждого невролога свой диагноз девчата гляньте я выехала в тапочках дома в чем хожу я же думала мы быстро вот это в адыке хаббель поедем в наш районный центр быстро к неврологу я думала заедем возьмем ее рекомендации а уже не думала что сегодня у нас такой квест будет что нам сегодня пришлось кстати по всему городу по всем больницам я в этих тапочках я не накрашена потому что собрались а просто молниеносно очки отдела путь пучок на голове собрала очки отдела и вот так вот сегодня не ожидала что вот такой уход событий у нас пойдет с утра думала ну поедем к неврологу раз последний день ее рекомендации возьмем и начнем но потихоньку на днях там все это дело обходить она вот видите как закрутилась завертелось все и мы целый день туда-сюда туда-сюда пошли спросим приехали как раз на перерыв попали с часу до двух перерыв в общем ребятки все в отпуске сейчас то есть тот кто нам должен выписать это направление он в отпуске до 19 числа так что до 19 числа а чё и наша тоже невролог в отпуске короче сейчас все в отпуске в общем до 19 числа никаких телодвижений сейчас поедем еще в аптеку заедем я попробую еще какой-нибудь триптан купить помимо сумма сумма триптан нам не помог надо видите триптаны тоже всякие подбирать и сейчас какие-нибудь еще посмотрим какие еще можно взять триптаны ну какие будут часть разных возьму но и в общем чё и пускай пьет если вдруг что-то опять начнется но у него вот так активно началось лишь говорю из-за того что вот эти уколы начали колоть и они как-то вот обострили его боль такого у нас не было чтоб 10 дней боль была так все девчата магазин заехали по мелочи что-то взять и выдвигаемся домой в общем чему тут взяли булочек взяла и молока сейчас приедут готового ничего нету камила пока быстро перекусит с кимуром пока я что-то приготовлю а мы с этим вам вот чего взяли как-то рыба называется и васи копченая взяли сейчас картошечки отварим и с картошечкой попробуем я вообще хотела моего а мой вы нету рыба вообще мороженое перемороженное уже все уже даже цвет потеряла от того сколько лет она тут лежит наверное вам все страшная такая не было тут мой вы даже если бы была пеп тут не взяла это на рынке будет свежую взять в общем все учу на этом я с вами прощаюсь всех вас целую люблю до луны и обратно всем пока пока увидимся в следующем видео здесь цены такие этот какого помидоры 126 92 тоже страшненькие поэтому в таких магазинах не люблю овощи брать я овощи беру тут по вот на рынке все свеженько все выбираешь арбузы 23 до на рынке уже сегодня арбузы были по 15